И точно знаешь, кто победит. И мы возвращаемся в эфир, дорогие друзья, игра под номером 2. TNC и Минески на наших с вами экранах. Первую игру выиграли не без проблем, но выиграли TNC. И будем с вами смотреть, как же изменится, что же изменится во время второго драфта. Ну вот изменяется уже лично First Ban, и мы его пока что не видим, не буду я кричать. Вот это чайник. Да, да, 10 раз. Чай, 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 чай. На каждый баунс просто. Я бы, знаешь, ты сказала, что они выиграли не без проблем. Тут главная мысль в том, что могли бы и без проблем выиграть, но решили выиграть с проблемами. Ну да. Решили без двух сторон. Слушай, может быть, а, ну тут нет переигровок, знаешь, можно было подумать, что они там хотели таймрейтинг какой-то себе наработать. Или наоборот Минесков их наработать по каким-то причинам. Скорее даже так. Может быть. В общем, я не догадываюсь, какая мотивация может быть у команды для того, чтобы так тянуть игру. Ну, радует пока то, что TNC про Тим выбирают двух персонажей, которые были уже ими показаны в прошлый раз. И они были не только показаны, а еще и реализованы весьма-весьма недурственно. Это Слардар и Вич Доктор. Вот Слардар, кстати, почему он так популярен? Вот что с ним стало? Ну, вот ты ответила уже, естественно, на свой вопрос, когда на прошлой карте сказала, что эти оффлейнеры собирают... Что собирают? Наоборот, блинк не хотят собирать. Но что собирают? Армлет. Вот что его бустит. Так нет, вот в этом-то и фишка, Армлет его бустит, но его покупают там какому-то керри Слардару. А вот Слардары в харде все еще живы, они все еще актуальны, и их пикают, и Армлет им не берут. Ну, они могут взять потом Армлет, плюс в любом случае это хп-пул увеличился у героев, Слардар это герой с основным атрибутом силы, поэтому он стал сильнее, скажем так. Во всех смыслах, между прочим. Нет, ну вот знаешь, все-таки вот аргумент с Армлетом меня не устраивает, потому что оффлейн Слардары, они это делают очень редко, ну, если у тебя нереально все хорошо, ты можешь собраться там в этот Армлет, но обычно они там делают, вот как в прошлой игре, кстати, там был Блинк, Форстав, Кримсон, то есть такие традиционные инициаторские оффлейновые итемы. Да, но какие там были керри, Джиггернаут и Герокоптер, что они делают, бьют с руки. Нет, там была эта возможность. Вот, поэтому Слардар со своим ультимативным абилити бустит этих героев весьма-весьма сильно, так что вот он еще этим полезен. Ну, то есть Слардар по-прежнему хороший инициатор, с ним ничего такого особо не случилось, если посмотреть на кулдаун Краша, то он остался на прежнем уровне, 9 секунд. То есть 9 секунд ты можешь дать стан АОЕ, там 300 или сколько он там, ну, 350. Вот видишь, в чем фишка, он в какой-то период в 6.86 стал резко популярен, то есть его долго не пикали, потом его стали брать, а потом он пропал в конце, вот в самом конце уже патча, он реально пропал, на него просто забили. А потому что появился более жесткий оффлейнер, это Бестмастер. Ну, опять же, что значит появился? Просто про него вспомнили, он так и был, его не меняли. Ну, да, 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 вот его вспомнили, Бестмастер, Инча, Инчу немножко потом нерфанули, Бестмастера особо не нерфили. Ну, и вот видишь, опять же, Джиггернаут появляется, поэтому Слардар опять же оправдан, будет бустить урон, плюс Вичдоктор. Ну, как бы, смотри, у них было 4 даже, по сути, героя, которые физухой били, да? Вичдоктор, Сварда, Дезварда, Джиггернаут и Герокоптер, так что Слардар почему бы нет? Плюс Слардар как бы по-прежнему просвечивает там всех инвизеров, к сожалению, у меня ских не было, но, в общем, применение Слардару найти можно. То есть он ворвется, он там даст стан, он как бы вот так вот. Нет, то, что применение можно ему найти, я не сомневаюсь, применение можно любому герою найти, даже Бауди Хантеру. Но вот в чем его секрет? Я скорее об этом. Мне нравится Слардар, мне нравится играть за героев такого склада, за ними нравится смотреть, комментировать, то, как они врываются. Он простой, он простой Слардар, то есть нужен блинг, и просто ты врываешься, даешь стан, а и ультимейт, все, больше тебе ничего не требуется. Ну, знаешь, вот его фишка в чем? Просто там блинг и дать стан, это по части Тайт Хантеров. А его фишка как раз в том, что он может несколько раз за драку задизейблить, ему нужно там позиционироваться, отошел, снова застанил и так далее. Ну, и вот ты сама объяснила, в чем его фишка. Я не спорю, он чертовски хорош, но он таким и был, и был в конце предыдущего патча. Но просто немного изменили стратегии и пул героев, то есть был там инвокер жесткий, был аутвул Деваур, была баньша там в какой-то момент, и Слардар стал менее актуален, потому что ты можешь ворваться, да, но все равно тебя там быстро сгрызают, и под твой врыв там команда ничего не могла сделать, потому что там то ли Деваур закроет, то ли инвокер там набластирует на всех. Вот, сейчас этих героев понерфили, они не появляются, и как бы плюс стали же популярны пуши, в конце концов. Ну да, ну, кстати, справедливости ради, в 6.86 тоже пуши были актуальны, ну, там на самом деле был такой патч, что там было актуально реально все, хочешь дерись, хочешь фарми, хочешь пуш, за все получишь одинаковый денег, главное, что ты делай. Пуш вообще всегда актуален, что там, Адмирал Людок придумал, да, Фурион, Лондруид, и пушим-пушим-пушим. Мне кажется, что в каком-то 6.83, когда были в моде тролли, там, и снайперы, и была бешеная механика камбэка, никому не было выгодно пушить, потому что ты пушишь, парни байбэкаются, там, забирают двух героев и покупают себе по два слота с этого. То есть там пуш был такой себе затея, все наоборот стремились фармить, были в моде как раз всякие такие хардкорные керри, типа медузки, которые к Степану сейчас улетают. 6.83, это какой год? Это, сейчас я точно скажу, его ввели во время Excellent Moscow Cup, то есть это была осень 2014 года. 2014, а в 2014 на International победили кто? Это был после Инта, это была осень, то есть, ну вот, считай, ну, не, да, ну, G по идее на 6.84 побеждали уже. По-любому, да, после Нового года был 6.84, и на нем побеждали G. Окей, ну, хорошо. Краткий курс в историю доты. Вот так вот, Faceless Void, в общем, у Минески, и пак, который аукнулся господину Нуну, все игры он на нем отыграл, но пользы команде не принес. Не, ну, видимо, все-таки принес, одну игру не выиграли. Ну, да, но мог бы принести больше пользы, если бы… Я бы даже, знаешь, на другом сделала акцент, здесь пак и Void. Ну, вот, 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 я о чем же, что как пак с Void'ом комбинируется, очень непонятно. То есть, что ты в хроносферу будешь вливать паком арбу? Нет, нет, ну смотри, сейчас есть тенденция паку делать, боже, дискорд, вот, опять же, я хочу, чтобы все блинки себе покупали, а все… Ну, окей, дискорд, а как хроносфера и дискорд между собой синергируют? Потому что там, что ты бустишь, ну, во-первых, и свой урон от магии… И чей еще? Ну, потенциально еще чей-то, но тут мы не видим этих героев. То есть, как компят с Void'ом, я понимаю, другое дело, что Венга и Enchantress не очень сюда вписываются. Опять же, с другой стороны, у тебя очень долгий дизайбл получается АОЕ. Не, ну вот смотри, на самом деле, вот, фейслос Void, Венга и Enchantress, они вроде как и комбинируются, но пак не комбинируется. То есть, если бы был инвокер, тогда понятно, инвокер там в хроносферу забросает там чем угодно, но пак там, что он арбу даст и все. Ну, вот знаешь, возможно, просто вот Вайда его не совсем правильно воспринимают. Знаешь, эти всякие пересуды там, когда была мода брать Вайда и Свен, и все-таки Void и Свен, два мельничника. Вот оно, я ждал этого, я ждал этого пика, я просто каждому аналитику говорил, почему луну не берут? Но мне плава вот что сказал, говорит, ну, с луной проблема, что нужен ей бейбиситер на линии, а, нет, это мне кто-то, это Sunlight говорит, что просто она должна, она привязана к линии. Вот в чем проблема. Постараются взять клинца, который там типа самонасадочный, может погангать там, типа побегать, полазить, там что-то такое поделать. А вот луна должна стоять на линии типа и фармить, 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 фармить. И вот, знаешь, мне кажется, эта концепция, она не очень в этот патч вписывается. Вот сейчас реально, сейчас даже антимаги драться уходит моментально. Сейчас все боевые, вот, мне кажется, сейчас чаще можно на оффлейне или в миде встретить фармящего героя, чем в легкой линии, реально. Ну, честно, я скажу, что луна тоже может идти драться, как бы. Не, разумеется, да. Собери что-то по полдне. Тем более под вингой. Тем более под вингой, да, луна, венга, плюс хроносфера, как бы, ну, по кулдану хроносферы можно драться. Понят хроносферы, фармим, есть хроносфера, деремся. Что там луне-то, она может даже агоним теоретически собрать и просто в хроносферу вот так вот тык, и все там погибают. Вот, ну, тогда просто пак должен выступать в роли основного, ну, гангера, что ли, того, кто вырывается. Ну, даже не гангера, а просто основного персонажа на позиции «я ворвусь и поставлю в пятерых дримкуэл». Ну, кстати, вот, опять же, смотри, мы рассуждаем с позицией, вот, какой будет тимфайт, как пак сочетается с вайдом. А вот, помимо тимфайта, есть много аспектов игры, и, допустим, тот же пак, он может свой ультимейт тратить на пиковы. Ну, тут, понимаешь, большая проблема в том, что вот пак Джиггернаута особо не убьет, Слардара тоже, Сларка тем более. То есть он может только тратить свой ультимейт, чтобы гангать Вичдоктора. Или там, кого, Рубика. И то с Рубиком не так все просто, потому что Рубик еще может схватить и не отпустить. Кстати, к вопросу о том, как здесь сочетаются там пак и воид. Они неплохо для Рубика сочетаются. Можно два отличных ультимейта украсть за драку. Да, да, да. Вот, кстати, насчет хроносферы. Хроносфера, это такая, она как катана у Джиггернаута. Обоюдоострая. Хотя у него не обоюдоострая, но, короче, она обоюдоострая, эта хроносфера. То есть как ты можешь вливать дэмэдж в хроносферу, так и противник тоже может не стесняться и дать туда прокаст. Разумеется. Вот, например, есть ВИЧ-доктор, который может рядышком с хроносферой поставить вард, в хроносферу там настрелять, через хроносферу еще и по вам попадать. Ну, то есть, условно, у него будет аганим, там через вайда там по всей команде пойдет. В теории, да. Но знаешь, пока у него будет аганим, так-то игру можно выиграть уже успеть. Не, ну, просто, ну, условно, да, то есть, сейчас на миде кто у ТНС? Джиггернау, да, была бы там квапа, она бы сразу бы давала, да, прокаст в хроносферу. Вот, и был бы там какой-нибудь уфлайнер ВР, то тоже можно было там поваршот забросить туда же и пострелять кого-то под фокусфайером. Так что не стоит забывать, что хроносфера — это скилл такой, которым нельзя просто так разбрасывать. То есть, если ты неудачно ее поставил, то и в тебя могу, и в твою хроносферу можешь противник накидать. Нет, разумеется. Это, разумеется. Есть такие вайды, которые как шестой игрок у вражеской команды. Не, вот, кстати, насчет этого вайда, потому что в хроносферу мага потом Дарксир у Империи стянул всех на стенку. Вот так вот. Вся команда там стояла в этой стенке в своей же хроносфере. Нагу цепляют, убьют или нет, по идее должна хватить урона. Здесь и паунс, здесь и каски. Да, Винга, скорее всего, дает здесь ферстблад. А мы переживали, что экшена не бывает. Вот оно, видишь? Цена ферстблада. Вынесли вышку вперед, ребята, и теперь можно зайти спокойно там, как бы, тут бы так бы еще вышка била, может быть, и размен какой-то был бы. А, я думаю, они дайвить даже не полезли бы под тавер. А так вот все просто. Продолжение внимания, дверун они забирают. О, как. Ну, то есть 2-0, да? Намекают на 2-0. Нет, просто... Просто 2 руны забирать, я понял. Не помню, на каком турнире это было? Это был какой-то турнир от Valve International или вот один из менеджеров последних. Команды, которые забирали 2 руны. 70% был венрейт, что такое. Да, да, причем там 75 или что-то вот реально очень внушительный. Но сейчас это не так, конечно, потому что руна обесценилась немножечко. Ну, только первые остальные это такие же. Не, понятное дело. Ну, да. Ну, речь о первых. Да, да, о первых, да, действительно. Слушай, вот хорошая техника обманывания соперников у ТНС. У них трипла в сложный. Джиггернаут, Рубик и Ку-Ку. Ку-Ку делает фаст ТП. Да, вот. А на центральной линии у них стоит Тихин. На, соответственно, Сларке. В сложной же... Ну, кто в сложной? Точнее, в легкой, да, Сэм на селедочке. Знаешь, я не берусь судить. Я не эксперт по этому региону. Но я так думаю, что это своеобразный, привычный уже для многих плейстайл этой команды. Потому что Тихий, что в прошлой игре на Джаггере стоял, что сейчас на Сларке. Прям такая ярко выраженная позиция один. Ну, да. Такие жесткие керри стоит. Ну, знаешь, это ведь может и минусом оказаться. Ну, у них все есть для того, чтобы наносить много физ урона. Слардар есть, два керри есть. На боте, посмотри, заруба происходит. Джаггер куда-то под тавер давит. Но сам, походу, выживет все-таки. Ничего его не добьет. Вот тебе и трипла. Сложный. Ну, не надо просто под тавер дайвить. Не, я к тому, что он поддайвил и, собственно, забрал суппорт вражеского. Ну, да. Для тех-то целей и трипла создается. Чтобы как бы убивать. Ну, тут, конечно, очень серьезно аукнулся вот этот дайв. Потому что целых три героя вынуждены теперь быть, ну, где-то около 30 секунд ниндии способными. Сейчас за крипом бежит и сатирчика берет. Окей, окей. Почему бы не поформить вражеские леса, если такая возможность представилась. Потому что ты можешь просто. Да. Аслар, кстати, такой герой, что его особо-то и не поднапрягать в миде. Да, и пак. Вот посмотри на пака. Вот что у него. У него проблемы. У него проблемы. Асларку на самом деле все равно. Он там еще что-то левел когда наберет, пак просто перестанет его пробивать. Так-так-так-так-так. Там что на боте происходит или нет? Нет, ничего не происходит. Слушай, трипла в оффлайне замечательная штука для комментаторов. Последний какой-то экшен. Да, видишь, кто такого-то цепляет. Да, да, да. И уже на 10-й минуте иногда даже видно, кто побеждает. Кто победит, точнее. Ну, да. А может быть даже и раньше. Но самая жесткая трипла за Гернаутом, это, конечно, Таск и Винга. Ну, или Таск и кто-то. Тот же Вич-Доктор, допустим. Вы вкатились, вы сразу же дали стан вторым героем после стана Таска. А Джигернаут накрутил, намотал там сколько-нибудь героев. Слушай, ты вообще видел в этом патче Таска? Да. А вот у нас в регионе вообще его не было. В Америке мы комментили. Ноль распикнули. На Европе был как раз. И, кстати, трипла сложная была. И это было... То ли от Империи. Похоже от Империи, да. Это было? Они вроде не ходят. Или нет, 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 Империи. Ну, короче, какая-то наша команда была. А, это было Polarity. Вот это были Polarity. Вот, вспомнил. Это были Polarity. Ну, я не знаю. Может просто... Ну, на самом деле в Доте существует громадный пул стратегий и тактик. И они все работают. Ну, то есть, условно, и Хаоснайт, если сейчас взять, то он тоже заедет при определенном... Они все работают, только не все против друг друга работают. Ну, да. То есть, ты, если хочешь какую-то стратегию, ты, безусловно, знаешь ее слабые стороны. Ты можешь забанить тех героев, которые могут законтрить твою стратегию и, соответственно, пикнуть тех, которых ты хотел. И таким образом победить. Хочешь триплу сложную? Окей, взял триплу сложную. Защитился от каких-то сильных героев, которые тебя могут эту триплу разрушить. Например, там, забанил антимага, который, ну, просто будет на блинке уходить. Ты его там ни разу убивать не будешь. Или там Тазка какого-то, который будет сейвить. Ну, или там Дазла, условно. Вот, все, идешь в триплу, там побеждаешь и так далее, и так далее. Вот, хочешь, там, допустим, Ио, Тини, Ио, Хаос, Найт, то баннешь Диздраптора и чувствуешь себя великолепно. Ну, и так далее, и так далее. То есть, примеров много. Ну, вот, кстати, Вичдоктор мне видится очень хорошим героем для триплы, оффенсивный. Его забирают, кстати, в честь этого, видимо, здесь. Скажешь, вот. То, что я говорил. Каски раскидывают, которые офигительно работают против трилейна. И, там, Маледик накинет, если надо. Так, второй раз отскочит или нет? Ну, нет. Слушай, ощущение, что прям иллюстрация возможности Вичдоктора для меня просто такая. Я говорю, ну, может, и отхилится, и он просто на лоу хп уходит отхиленный. Ну, может, и атаковать, и такие каски летают. Ну, осталось только ему еще Малодикшн скачать и уже там добить кого-то этим Малодикшном. И ты просто скажешь, вот, стопроцентная картина. Об этом я и говорила. Вот, не так, ты скажешь, вот, вот, вот об этом я и говорила. Так, ну, пока у триплы дела, ну, не скажем, что идут плохо, но особо они пока и никого не убивают. Но, опять же, это почему? Потому что Инча вынуждена все свое время тратить на то, чтобы защищать эту вот триплу. А Луна, Луна в трипле фармит крайне некачественно. Ну, знаешь, справедливости ради, с Джаггером-то у них почти одинаковый крипстат. Да, но она... Это другие коры ведут. В том смысле, там вводят на фрифарме. 41 крип у Вайда. Ну, сложно Слордару переластхитить Вайда, потому что и у того, и у другого дэмэдж примерно одинаковый. Баши есть у одного, у второго, но у Вайда все-таки чуть-чуть побольше дэмэдж, плюс у Вайда есть откат дэмэджа, да, то есть первый скилл, там, волк, на котором он может уйти. И вот, и все. Истана вроде бы и не было. Вот в этом силы, конечно, Вайда. Ну да, но посмотри, все-таки мне непонятно, откуда разница прям в 13 крипов. Так, на урон Вайда посмотри. Как у него дэмэдж? 78 плюс 4, у Слордара там на десятку меньше. Вот так ты по левелу здесь ведет, на самом деле. Вот у него реально 10 урона меньше. То есть 10 урона это очень хорошая, как бы, штука. Помогает тебе добивать, убивать, донать. А чем вообще трипла, если мы не будем смотреть на счет, а именно посмотрим на расклад на бумаге, грубо говоря, кажется тебе сильнее? Чем кто? Ну вот смотри, Инча там, ну, кстати, частью триплы, да, которые приходят помогать. Вот луна, венга, Инча, который там под аурами, три рейдж героя, еще там крипы приходят, наваливают. Или, собственно, Рубик, Джаггер. Ну, сильнее все-таки Рубик, Джаггер, потому что они выполняют функцию первое. Не дают луне комфортно фармить. Второе, заставляют Инчу не делать ганги. То есть она там все время тусит. Она не выходит на мид, не гангает Сларк, она не выходит на топ, не гангает селедку. Она, ну, то есть все время в напряжении. И третья функция, это функция, как бы, опять же, связанная с Инчой. Герои получают свой левел на миде и на топе. Да, Слардар там проигрывает линию по крипам, но зато он получает левел, и у него уже есть этот седьмой уровень. Ее там нападение на тихие, но тихие, вот опять же, да, Пак ничего не может ему сделать, просто ультимейт. Да, Сларк, это реально очень трудно этого героя убить, тем более на шестом левеле. И вот только сейчас сделала Инча ганг на тихие, и он неудачный. Вот по этим причинам, мне кажется, что три была сильнее. Его даже на втором левеле убить тяжело, на шестом тем более. Он просто там снимает с себя любой дизейбл. Ну, благо, команды научились дизейбл давать по очереди, а не как это было несколько лет назад, когда, о, встанем все в одну точку, в один момент, и Слард такой, да, ребята, я уже прожал, как бы, Дарк Пакт, привет. Там одновременно и Реведж, и там РП можно себя снять, все можно снять. Сильный диспейл у Сларда. Да, да, да. Ой, Венгата как опасно заходит, и поднимает 10 рубик, скорее всего, она умирает, крутится джиггернаут, будет давить ее до самого победного конца, но в итоге добивает его каска. Войд, как же вовремя, он прилетает, ставит хрона сферу. Хватит ли урона ему, чтобы все это добро убить? Да, нормально, Луна помогает, ему хватает. По-моему, Луна не могла бить, да, в хрона? Там было как-то не подойти ей. Ну, честно говоря, я, по-моему, она притпшилась уже прямо в момент, когда хрона заканчивалась. Не, не, это Пак притпшился, а Луна-то, по идее, там укусила все время, да. Но урон почему-то не наносила. Ну, да, все-таки Луна это милиш, ну, как, это рейнджи милишные. Да, но рейнджи такой себе. Да, у нее рейндж там сколько? 330. Маловато будет. А у хроносферы радиус сейчас 450. Ну, да, там просто неудобно, вернее, невозможно было убить. 425, да. Это радиус, диаметр, соответственно, 850. То есть, как бы, на 850 тычка, это мало кто из героев способен. Ну, инча разве что там со всякими огнемами. Если вы прогуливаете школу, чтобы смотреть наш стрим, не печальтесь, тут вы тоже можете получить полезные знания. Да, что такое радиус? Диаметр, да. Диаметр — это два радиуса, друзья. d равно 2 умножить на r. Теперь еще мы разберем площадь круга, r квадрат, и так далее, и так далее. Мы будем включать урок. На каждую карту у нас будет урок чего-то. Вот сейчас математика. А на прошлой карте у нас был урок русского языка. Мы там синоним вроде выбирали к чему-то. Да, 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 точно. Я уже забыла, к чему именно. Значит, следующая карта будут труды. Будем… что на трудах делают? Ну, мы фартуки шили. Я думаю, вы явно что-то другое делали. Ну, у меня с трудами была плохая история. Я все время забывал, на труды надо было приходить в халате, потому что были в мастерских, в мастерских были станки. И я его все время забывал. А те, кто забывал халат, тех отправляли подметать в мастерскую. Да, конечно. Выходит, твои труды не сильно моих отличаются. Ну, а в целом там мы что-то делали какие-то… У нас было несколько станков по металлу, по дереву. Надо было делать для напильников ручки, вытачивать, выпиливать. И болты еще мы делали. Ну, короче, труды у меня не очень получались. Я был трудолюбивый, но не умел я вот эти вот все делать штуки. Как-то на станках я что-то плохенько так работал. В инвизии Сларк подходит к Паку. Вы говорили, что Сларка тяжело убить. Пак, конечно, тоже такой герой. Ну, да. А впрочем-то тихий и не хочется его убивать. Он на бот ротируется. Совершенно верное решение. Здесь есть Лунау, которая 900 хп, и она просто жаждет убийства. Слушай, 900 хп довольно плотно для Луны, так-то. Ну да, но вот сейчас посмотрим, на сколько. Так, ну-ка, джаггернад покрутится. Луна ультимейт от не может. И вот 900 хп закончились достаточно быстро. Но есть Дрим Койл. И все его рвут просто. Все стоят в стане. Как же они лопаются. У-у-у, Хрона, ты дышь. Так, таймлок. Ну-ка, Джагу если забрать, то доразмен будет хороший. Все-таки кэрри на кэрри плюс саппорт. Более чем, да. Вот вовремя. Ну, это не ошибка, это пока что пассивность Слардара. То есть мы про него уже забыли, да? Если бы не вот та вот история с тем, что у него меньше крипов, чем у Вайда, мы бы не вспоминали про него. Но с другой стороны у него почти блинг. Так что это не самое плохое решение, добить блинг, а не идти там в авантюрку какую-то, тэпиться. Тем более одно дело там ТНС не дайвили, и там по сути Минески делают телепорт, тут же в драке оказываются. А Слардар надо было еще бежать к тавру вражескому. Ну да, но с другой стороны он мог заранее прибежать, да. А я так думаю, знаешь, там не было плана заранее что-то делать. Ну да, да, да. Там чисто на Кураже, так инвизик подняли, надо сделать пиковчик, да. ОК, 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 ОК. Новый гранк от команды. Слардар с блинком же, да, уже? Что-то у меня мышка выделывается, выделяю, а она не выделяется. И сейчас будет его реализовывать. Посмотри, у него не палец. Ждет, когда линия распушится, и кто-то придет к тд. Ну да, может кто-то клюнет на Джаггернаута. Например, Луна. Это, кстати, очень хорошее решение. Два раза подряд убить Луну. Ей крайне будет некомфортно, потому что... Слушай, на Луна... Готовятся контратаки, ультимейт есть и у Пака. У Пака тоже блин, кстати, и у Пака, и у Луны есть ультимейт, и это может быть неприятно. Да. Так, Войт там сражается со Сларком. Есть фортификация, и Тавр просто так Сларк не отдаст. Ну, тут Войт понимает, что без шансов. Кстати, обратите внимание на раскачку Луны. Ну, когда ее раньше пикали, я обычно брали, ну, в парочку оставляли... Да-да-да, продолжай, продолжай. В парочку оставляли третий спелл, и в парочку начинали брать Монглэйв, чтобы какие-то стаки в лесу фармить. Ну, потому что сильно бустится по фармам за счет них. А сейчас просто вот он полностью в драку такой нацеленный, без второй ауры. Ну, на линии было нет смысла, видимо, пушить ее там отскоками дополнительными, а Лиса никто не стакает. Ну, вот, как бы, поэтому и Глэйвов нет. Ну, что-то пока не работает вот это вот, как бы, на живца. Никто не ведется на Джаггернаута, да. И пока Минески идут пушить. Ну, вот-вот-вот, наконец, какая-то ответочка уже должна быть. Слардар занимает позицию для врыва, прыгает. Ай, хорошо-то запрыгнул, и дезвард работает, но сразу же свап. Пак сбивает все дезварды, все, что только можно. Ладу с ультимейт. И хроносфера под ульт Луны. Джаггернаут, правда, раскрутился нормально, и там каска продолжает прыгать. Очень больно. Сейчас Сларк носит много демажа, и Стардар, наконец-то, подошел. Луну, Луну бьют, Луну убьют, Луну разобьют. Три во сколько? Во ноль, друзья. Погоня продолжается за Энчантрес. Догонит, нет. Ты знаешь, Энчан атакает, даже если он догонит, а потом замахнется, просто антачивал в три. У нее так-то 400 МС. То есть, как ее догнать, вопрос. Вот, кстати, тоже всех этих скоростных героев очень сильно бустит виндлейс этот. Все просто, вот, все его покупают поголовно. Да, на самом деле, реально всем подходит. Ну, как бы, мувспит, он карман не оттягивает. О, тут кто? Тут очередной фраг для команды ТМС. Как мне аккуратно встал. Вот, казалось бы, Пак такой, герой с кучей эскейпов, с бринком, он нереально мобильный, его так трудно поймать, а стоит зигнать. Помнишь, почему Пак пропал? Он пропал, потому что появились чистые уроны у Квапы, появилась Лина, ну, вот нюкеры стали популярны. Леон, Лина, Квапа. А просто, Пак, если ты зазевался, если тебя словили на стан, ты погибаешь. У тебя миллион эскейпов, тебя с Юлом вообще невозможно словить. Но за 2 секунды стан на тебя вливают лагуну, finger of death или скрим Квапы, и все, и ты уже мертвый Пак. Слушай, ну, если бы Пак был еще и там по ХП какой-то плотный, это вообще было бы безумие. Ну, с другой стороны, вот как тот же Terrorblade, например, да, что с ним происходит? У него 10 брони и там типа 100 ХП условно, да. Но как, что ты делаешь? Ты покупаешь в Тайлите бустер, и сразу же, как будто эти вот ХП полные достающие, ты его бустишь. То есть так же могут сделать паки, но проблема в том, что да, они на миде, и им нужны другие артефакты. Да, ну и фишка пака, она как раз в том, что, ну, там, грубо говоря, Terrorblade его протекти от самого начала, а паку, он такой самодостаточный, это не тот мидер, которому бэби сидят. Ну да, 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 то есть как бы потеряется смысл тогда героя, если его там надо прям собирать в какие-то вангланды. Знаешь, грубо говоря, можно и цемку в керри собрать, вопрос в том, зачем, если нужен рейндж-керри, если герой получит цемки, тут та же история. Да, да, да. Ну, почему никто не хочет драться? Почему они меняются в раме? Ну, это несерьезно. Ну, возможно, рассчитываю. Или что, в прошлой игре разменов не хватило? Мне кажется, Минески считают, что у них тимфайт лучше, но маловато артефактов за счет того, что ранняя агрессия вот ТНС слишком. Давайте, кстати, графики посмотрим. Ну, вот им Минески вели до данного момента. Да, да. Так вот, просто рухнули графики после последнего файта. Где-то 3000 XP отыграли и почти 3000 голды. Ну, вот они. Ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, это плохой признак медасного идеи, это значит, они хотят действительно долго фармить. Нет. Луна-оль. Ой-ой, как ловят вовремя вайда, он не успевает ничего поставить, и вынужден обратиться в бегство. Хрона-то будет или нет? А Хроны не нужно, просто руки всех запиливает, но подъезжает Хрона, сразу двух героев. И нет никакого сейва, нет ничего, и не просто, просто не знаю, это братская могила. Ну, как-то так, Пак поставил Сайлис по двоим, добивает еще и джиггернаута, минус пять. Не хватило чуть-чуть, чтобы вайда добить? Вот так бывает. Я уже думала, что это будет нереально четкий фокус, нереально хороший мув, а на деле этот счет вообще сравнивает свою команду. 9-10. Ну, ТНС сейчас очень сильно прозевали, и график вот назад откатился, и ты хотела файты, ты их получила. Слушай, бедный график, там реально американские горки какие-то. Да. Ну, вот знаешь, с одной стороны минус пять, а с другой стороны это ни о чем не говорит. По-прежнему ТНС при корректной инициации, вот если бы там, грубо говоря, хватило берста в этого вайда, они бы драку легко выигрывали. Да, но вот после этого файта, за счет полученных денег, убитого тавера и преимущества, могут попробовать еще пару таверов забрать и усилить свои без того хорошие нетворс. А это, допустим, БКБ на какой-нибудь Луне, это, допустим, для пака какие-то Юлайн, да и вот с Медасом там тоже что-нибудь себе прикупят. Ты знаешь, я думаю, что тут не скоро Луна сделает БКБ, она сейчас, думаю, будет делать ставку на какие-то артефакты для урона, потому что она не должна подвергаться дизейблам вообще никаким. Там есть пак, там есть воид, а Луна такая стоит, такая на рейнже и... Да, кстати, да, это правильная мысль, на самом деле, прозевали вот сейчас Минесский выход ТНС на Рошана, а это было, в принципе, хорошее решение. Если вдруг вы резко проиграли, то как вы можете себя забустить, конечно же, забрав Рошана? Особенно, когда врага нет его core ультимейтов, там всяких куполов. Да, 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 ну вот про Луну, да, вот хорошая идея, и, кстати, Луна прям твоими мудрыми словами пользуется, потому что у нее будет Яша. Ну, а впоследствии, видимо, ну, посмотрим, она может Яшу для АМС собрать, потом какой-то другой артефакт на дэмэдж апп, или сразу, да, или сразу манту, или сию, не знаю, ну, сию тоже можно. Знаешь, мы так давно не видели Луну, что я бы не стала делать прогнозы на ее этом билде, вот, они пикнули Луну, не знали, что с ней делать, а вот, знаешь, что делать с Хроносферой, он просто реализовывает ее в Сларка, всего лишь ради Аегиса. А Слардар подвоем вырывается. Да, почти реверный. Ну что, теперь Каска полетела, Каска неприятная, по Луне тоже попадает, и вот дальше скачет Десвард, работает по Бакерину, тот прыгает назад, Слардар уже зашел со спины, Жегерна, он свапает Венгад, Жегерна прыгает по крипам, Луна, детультимент, Жегерна раскручивается по Луне, Луне больно, Луна стоит на месте, Луна, Луна погибает, а вот Венгад тоже погибает, Войт понимает, что драться уже не может, нет у него ресурсов, минус два пока, 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 пока добить, минус пак, минус пак на двоих, плюс Аегис пока что очень даже неплохо, можно дальше драться, Рубик просто цепляет, Держит он эту несчастную лань, и Козочка отправляется на фонтан, ну вот опять этот гирокоптер с прошлой игры, типа, пришел, трибл-тон сделал Ну вопрос в том Ну опять же, предикшн твой сбылся Да, каждый, тут реально каждый может каждого, причем обрати внимание, что минески, они куда больше зависят от кулдаунов, чем, допустим, ТНС Абсолютно верно А сейчас у них даже откатили всех сплы То есть сейчас было и Хрона, там уже в начале драки откатился Эклипс, а драку выиграть сегодня не получилось Ну просто опять же, вот возвращаясь к вопросу о расстановке приоритетов, да, о том, какие выборы вы делаете во время игры То есть был потрачен купол на Сларка, в него были даны в Сларка некоторые скиллы еще дополнительные, да, потратили, вот, выбили Аегис Но после этого ошибкой уже было драться, а нельзя было не драться, потому что здесь были все Да, не расцепляют Да Ну вообще, знаешь, у меня такое ощущение, то, что могли ли они забыть про этот Аегис? Вот опять же, могли ли они на кураже прокликать этот Восларк, ну, вернее, не прокликать, наоборот, его одинокого стоящего в миде и просто напасть там Ну вообще, теоретически нет, потому что, во-первых, то, что Аегис у Сларка было извещено дотой на всю карту, и все об этом знали, да, кто подобрал Аегис А с другой стороны, команды такого уровня, они точно знают, что у кого есть и у кого там Аегис Там вот даже, если понаблюдать за командами, послушать, как они там общаются между собой, там четко сразу инфа, Сларк Аегис там несколько раз повторяется Слушай, ну я особо за Юго-Восточной Азией не наблюдала, как они общаются, если бы наблюдала, ничего бы не поняла Ну, примерно у всех по одной схеме происходит общение, да, есть огромные различия, но вот основные фишечки, основные коммуникационные паттерны, они остаются в каждой из команд Войт-то в инвизе, только я не знаю, что он один хочет с этим инвизом делать, потому что один он мало кого забьет Сто трестерона, да, ну, может быть, подойдет луна, вот Войт с луной уже могут забить нескольких Ну смотри, что ты понимает Джиггернаут, он просто прячется в лесу и делает это Ну, благо не стал долго стоять, потому что иногда бывает такое, знаешь, стоят, 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 что-то ждут Да, потом вас находят и убивают Как будто, знаешь, он там стоит, у него место силы и урон растет с каждой секунды, что он стоит Да-да-да-да-да-да Что-то не понимаю, что хочет делать Инчатрос, она... Сейчас проверю Потому что, может быть, после патча поменялась сборка очередного итема А, ну да-да, сори, понимаю, что она делает, она делает этот потрясающий Драгон Лэнс Да, дальше стрелять хочет девочка Тем более, знаешь, в сочетании с Вайдом ресурсов для этого масса Дизейбл есть, ребят на месте держат, просто Альтер и Райд Крик Да, Го убить в Хронос 1 Вот, кстати, посмотри, Слардар опять делает такой классический билд инициатор Просто Блинк, Форс, ничего лишнего, никаких Армлетов Ну, ничего пока и не надо больше дополнительного Он, в принципе, Армлет может и не покупать, если все у него хорошо пойдет Там, либо Кираса, либо Тараска Да-да-да Ну, вот я тяготею больше к таким Слардарам Ну, Тараска как бы тоже бустанулась очень серьезно Так что, если у тебя хватает бабла, то можно даже и Тараску купить Почему нет? Тараска 45 сил Тут, знаешь, тут, возможно, даже БКБ может пригодиться именно ему Потому что можно под какой-нибудь Сайленс влететь Да-да-да, вот БКБ плюс Луна все-таки неприятная То есть, Джаггернаут это все равно, он как бы раскрутился, я задоджил ульт, да? Сларк тоже вроде как ушел в инвиз, да, там по нему может попасть Но все-таки он хиляется там в инвизе или в своем ульте Так вот, Супорды и Слардар в зоне риска Да-да-да-да-да, надо ее сокращать, эту зону риском Семи возможными способами Ты смотри, Диффуза у Сларка Часто ли ты видишь? Не часто, давай подумаем, для чего Диффуза? Сайленс снимать? Но у него есть Дарк Пакт Ну, неожиданный Сайленс, ладно Крипов Инчи как-то там что-то с ними делать Ну, я думаю, что это чисто ради Пружа собирается Ну, явно никак не для Берна Маны Ну, да, да, естественно, просто что снимать? Вопрос Ну, видимо, есть что снимать Ну, да, мы с тобой можем еще всего не учесть Потому что в этом же патче много всяких сполов, которые раньше были не... Пурджи был Да, не пурджи был, теперь они стали пурджи был Типа Юла, например, да? Да, и мы можем что-то просто не учитывать Еще посмотрим, как это будет работать А Дагон пурджи был, как думаешь? Я думаю, там уже пурджить нечего, когда ты в лицо получил просто нюк Ну, вот этот Дагон, кстати, помогают эти капельки, которые еще есть В общем, будет встреча Будет же, да, да, да Встречается весь доктор с энчантры Зачем-то... Ведь доктор и соло забирает там и чу, между прочим Пока параллельно драка идет О, вот это купол, вот эта хроносфера Не хватает урона ни одной команды, ни другой Реально, начать может любой А потом начинается уже какой-то Притягивание каната реально посадить драки Я... Сейчас файт закончится, расскажу, что произошло Заходят в смаке Пять парней, вот сюда, вот так Заходят они, да, зашли Здесь стоит один, второй, третий Слардар Блинк в троих Стан в троих Просто все Слардар сразу же выполнил свою функцию Инициатора Напал на всех Раздамажил хорошо Ульты повесил И хроносфере уже воин Вообще там ничего не мог вносить Потому что, ну, во-первых, он по своим поставил хроносферу Там, по чужим поставил хроносферу Но Слардар просто бог инициации Очень все круто было сделано Да и Джиггернауту сейчас хорошо Он в хроносфере крутится Вообще классно Слушай, мне даже понравилось Сейчас как-то нарисовало Это интереснее, чем смотреть за дракой Просто Реально, как мелом на доске Образовательный стрим Да Ну, я просто не смогла пройти мимо Вичдокторов Сол, убивающего энчандрес Ну, что поделать В жизнь боль У Манта появляется У Вайда Кстати, сейчас есть Несколько популярных билдов На Вайда Через Вангвард Радик Через Диффуза И Манту Но тут, видишь, вообще Какой-то такой микс Получается у Бакирина Потому что Он, с одной стороны, собрал Владимир Это, опять же, такая классическая сборка Оффлейнового Вайда Там Владимир, Блинк, Аганим А тут такой, знаешь, Манту докупил И Диффуза собирают Диффуза же Ну, как бы логично Вероятно Ну, или Аганим Вот с Блэдов Лакрити Ну, не знаю, не знаю По-моему, это очень спорная затея Ну, слушай, даже с Диффузами Не, ну, хотя, в принципе, Владимир Манта Диффуза Они сочетаются, да Но вот я когда увидела Владимир Я подумала, неужто Такой Эль Классик Оффлейнер будет Но нет Не, ну вот классический Просто многие уже начали понимать Что эффективность вашего оффлейнера Во многом зависит от того Какие артефакты он собирает И если это Войд Который, как бы, один из лучших кэрри в игре Ну, по факту, да Хард кэрри То зачем ему собирать в какие-то блинки Аганимы и, там, Владимир И которые, вроде как, бустят команду Позволяют врываться Но самого Вайда в дэмэдж они не выводят А если соберешь, там, Манту Если ты соберешь Вангвар Ты становишься плотнее Ежёще можешь дамажить Потом ты можешь, в конце концов, собрать Там, МКБ Дейдаус и так далее Ну, тупо уйти в кэрри дополнительного Потому что, вот, иногда И такое часто случается Не хватает, банально, дэмэджа в лейте То есть, не вносит героя уже Ну, просто, вот, хорош чем Поставил хроносферу и всё, да А дамажить-то кто будет? Тут, благо, хорошо Луна есть Вот, но Луна одна Может и не справиться Потому что противников с руки там Бьёт и Сларк, и Джиггернау То есть, как минимум, два персонажа Под минус армором, мне кажется, даже ВД с руки навалять может Да, 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 абсолютно верно Вот Так что, нужна хелпа Луне Ну, да, есть Инча Но Инча такое, тоже спорный Как бы дамагер Он больше дамажит, там, когда Цель, ну, скажем так, обездвижена Ну, и далеко, да И не хочет убить Инчу Всеми возможными способами Так что, да, нужна подмога Нет, ты знаешь, ещё фишка Давай, расскажи Просто Всё зависит от пика, на самом деле Потому что, может быть, такой драфт В котором Войт взят Именно как оффлейнер Как инициатор И от него требует Ну, и аганим в таком случае Его очень жёстко бустит Потому что, если хроносфера Твой главный дизейбл И ты Ну, все драки Танцуют от тебя Нет хроносферы Нет файта, по сути Есть такое Это правильно Но я считаю, что В современной доте Это ошибка Строить вот весь свой драфт Весь свой тимфайт На одном скелле То есть, а если ты ошибся А если в тебя влетели А если контурнициация А если Ну, там, что-то пошло не так Ты не поставил хроносферу В троих Там, в пятерых Вот пропадает Актуальность Этого героя И вот Ну, может быть и нет Но всё-таки Вот мне кажется Что должны быть Более универсальные герои Точнее, не герои А стратегии И взаимодействия Синергии между героями То есть, не должно быть такого Что ты там Тупо всё под хроносферу И всё То есть, у тебя должна быть Ещё возможность подраться И без хроносферы И с хроносферой И вне хроносферы И когда у тебя украли хроносферу И когда хроносфера стоит На твоих союзниках Да-да-да-да-да-да Абсолютно верно Вот, так что Побеждает в конце концов Та команда Которая Смогла предугадать Больше вариантов Развития событий И к ним подготовиться То есть, быть более Всесторонне развитой Ну, вот так Скажем Посмотри У Джиггернаута Это тоже диффуза Что за диффуза гейминг? Непонятно Диффуза гейминг Вот, надо как-то Фати проследить Кого все диффузят Что все снимают? Представляешь, если Это всё ради Берна маны просто Ну Врыв Какая потрясающая реакция Это у Рейджи Картошки Моментально прожимает БКБ Ну, у Сларка Тоже хорошая реакция И вот теперь Крона подвоим стоит Но Фейстлес Войт Бьет А Сларка-то развалили И Витч Доктора тоже И Луна потратила Ультимейт Я думаю То, что это Легчайшие Т2 Для команды Минески Да Ну, Сларк Как не повезло Почему он Не завязал ульту Почему он Сильвер Эдж Не прожал Я вообще не понял Ты обрати внимание Что даже без своего Сларка Без своего майнкерри Команда ТНС Нормально Урона вносит Вот Вот Это та Разноплановость Разносторонность Которую я говорил То есть Ты должен иметь Возможность Подраться Даже если у тебя Нет хроносферы Ну, или там Кого-то Из Кор-героя Ну, знаешь Подраться Не смогли Но Убить Никого Не смогли Задавить Рошана Не смогли Это да Я прям даже гляну Ну, Луну Хотя бы забрали То есть Аегиста Достался Кому? Войду А не Луне Что Как бы Плохо Но С другой стороны Хорошо Не Плохо То, что Не достался Луне Потому что Она была Мертвая А хорошо То, что Не достался Кому А ДТНС Ну И хорошо Что не достался Луне Потому что Убили Луну И у нас С Аегистом Все-таки Посильнее Чем Войду С Аегистом Потому что Она на позиции Кэрри Все же играет ДТНС Конечно Это хорошо Ну Я думаю ДТНС Понимает В чем их проблема В том Что В том файте Сларк погиб Первый Он вроде бы Как ворвался Хорошо Зацепил Но героя В которого Ворвался Он не убил И Сам еще И погиб Да Реально Еще одна проблема Это что Очень много героев В хрона Попадает У них У них Никакого сейва От хрона По сути нет То есть Нет там Винги Или дезераптора Какого-то И При всем при этом Они еще умудряются Коллективно В эту хроносферу Вставать Я не понимаю Почему Рубик Еще ни разу Не сворвал Хроносферу Ну хотя Может быть Им особо И не нужна Хроносфера Тем более Что Водь там Не может Перемещаться А что Вообще Рубик Сворвал Полезного А ничего Он только Какие-то всякие Нючки ворует Вон Таймволк ворует Ну и ты знаешь В отсутствии блинка Таймволк Сфорабатит Это даже не так плохо Потому что Это Допресурс Для инициации Считай Блинк на кармане У тебя Ну да Такой коротенький На 500 РНЖ Ну опять же Если Он играл без блинка До этого Там Основные тимфайты Были тогда Когда у него Еще не было блинка Трудно что-то украсть Реально Трудно такую позицию Хорошую выбрать Чтобы украсть Ключевой спелл Ну да Потому что Приходится быть Постоянно позади А позади Это значит Что герой успеет Поражать новые Скиллы какие-то И ты украдешь Уже там не ульту Луны А если стать близко Рискуешь Сало в лицо Получить от пака Так что Дота За это мы ее Любим В общем Так точно БКБшку делает Кстати себе Слардар Как в принципе Мы обсуждали с тобой Хороший выбор Вообще Что интересного Из итомов появилось А на самом деле Ничего Все очень скучно Пак в догон Вливает все свои ресурсы Грейдит Диффуза Диффуза конечно Массовая Это какая-то истерия Диффуза истерия Реально Просто два Оба коры ТНС Купили себе По пачке диффузов И диффуза делает Воид Но для Войда Это реально Такая классика Уже своеобразная Монта диффуза Ну В общем Все кто собирает монту Вроде как и неплохо Эти диффуза Потому что Там иллюзии дополнительно Ты превращаешься В антимага просто Да Такого мини-мага Маленький антимаг Да Ну Джаггернаута тоже Монта стайл есть Понятно Ну Черт возьми Ну неужели Вот Поэтому Может иллюзии Диффуза купить А что там Есть же у меня тоже Монта стайл Гоу все Диффуза покупать Вот ты рофлишь Она сейчас Акмилу продаст И диффуза купит Так Ну у нас БКБ В принципе Учитывая что Там физерон С Ларкой Джаггернаут Может быть И какую-то там Талисману ворту Хотя бы приобрести Почему так просто Тавер отдали Те 7 Непонятно Ну там было мало ХП И драться за него Особо не хотелось Но с другой стороны Да Вот вроде как Добавили Ауру 2 дефа Там бла-бла-бла У Тавера Но все равно Никто их не дефит Т2 Вот Т1 дефят Но Т2 нет Все Обесценились Вышки Здания не нужны Ну Так получается Что когда Т1 То еще маленький Левла у героев Можно у них быстро ТП сделать Никто там не занят Параллельными делами Все формят на линии Ну и могут как-то Быстро отвлечься На защиту этого тавера А когда Т2 То уже ситуация Может быть и на 30 И на 40 минуте Они не так важны Поэтому вот их То есть Если бы за Т2 Стоял барак Тогда бы его дефали А так как он Ничего особо Не прикрывает уже Да На такой стадии Он уже не важен То как бы Кто не трогает Особенно учитывая то Что у него Одной из команд Нет преимущества Графики реально в нуле Вот что это за игры В прошлой игре Открываешь графики в нуле Тут в начале Там что-то попрыгали Они Сейчас опять просто Все в нуле И счет по киллам По сути идентичный Очень равный Ну пик очень сильный В Минеске ТНС Видно что чуть-чуть Скилловие По индивидуальному Мастерству Каждого из персонажей Вот Но пик 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 Хороший пик Очень многое решает Тут вот Хроносфера действительно Ключевой Ключеобразующий Действительно Сайвить нечем Это не понятно Почему последним Взяли все-таки Рубика Рубик был ласт пик Можно же в хроносферу То есть Ты пикаешь Омни Найта И как бы Изи Или ты пикаешь Даже Шэдоу Демона Не обязательно Омни Найта То есть Омни Найта Только засейвит тебя От физу дамаги Самого Вайда А ты пикаешь Шэдоу Демона Прячешь своего Типа в хроносфере Олрайт Не взяли конечно Вингу Ой-ой-ой Вот файт 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 Сладар врывается Есть БКБ Луны Все БКБ прошли Джигерно там прыгает Десвард стоит Работает Нечем его сбить И Кукуперда Дагон его убивает Не сбивает Но добивает Два БКВ один Вайда развалили Джигерно там дальше Раскручивается Очень больно Очень больно НЧЕ Хотя НЧЕ бежит Дальше Вот они Диффуза Пошли Диффуза Боже ты мой Диффуза Диффузики Поразила В этом файте Вообще в том Как он проходил Насколько идеальный Тайминг На исчезновение Аегиса Был у ТНС Что пропадает Аегис Рубик украл Эклипс Внес 3000 демеджа Он это сделал Слушай Я вот говорю Это может быть Неправдой Нет там потенциала 3000 демеджа С Эклипса нанести Это все Вот реально Ну Иногда реально Рекэп Некорректно работает Но ты Вдумайся Что Слардар Влетел В ту же секунду Как у Вайда Пропал Аегис Просто был Вот этот звук В ушах Пропадающего Аегиса И тут же Стан от Слардара Реально Вот это тайминги У парней Вот это тайминги Ну кто-то их Натаскивал Знаешь Как вот этих Боевых псов Там Или охотничьих Как Кто там охотничий С собаками Тоже собаки Таксы какие-то Там Я знаю Охотничьи Ну они там На лис охотятся Борзые Борзые Натаскивали их Слышишь звук Врывайся Реально Просто Не Это нам было слышно Им Это не было слышно Это реально Все вопрос таймингов Вопрос Знаешь Ну это просто потно Это то о чем говорят Потно Действительно Ну вот Какие-то паузы Уже подъехали Лучше бы пуш подъехал Ребята Ну они чуть-чуть Там запушили Конечно Что пишут Интересного Я сама пытаюсь Ничего интересного Не пишут Можно сейчас Открыть Чат конечно Я думал Ты в твиттере Что читаешь Не Я наоборот Пытаюсь В последний момент Написать Пытаюсь написать Что мы вообще Тут комментируем Приходите смотреть Нет окна Просто Нет окна Мы напишем Касперу Чтобы он Забустил Сейчас нас Там в твиттере Мы его прямые Конкуренты Сейчас Он там Китай комментирует Какой Китай Каспер Какой Китай Да Китай Кому нужен Китай Китай себя исчерпал Китай там Кто в конце концов Выигрывает Старкрафт Корейцы Значит что они будут делать Выигрывать и в Доту Когда очень скоро Все Значит все смотрим Все регион Вот так вот Ну по большому счету Логично Ну конечно Старкрафт гораздо сложнее Чем Дота А если пять корейцев Которые Там топовые Старкрафты Придут в Доту Да Они тут просто всех порвут Ну ты знаешь Я помню Весь этот хайп Вокруг вообще Первый состав MVP Когда они только пришли И как они там Покупали по два сапога На Фурионе И все на демеров И говорили Что вот корейцы Однажды Однажды они выстрелят И сейчас это пророчество Реально сбывается Их чуть ли там Не фаворитами Мейджора считают Ну Да Если ты тренируешься Если ты въехал Таким В Доту Конечно Не так это просто сделать Ну Как бы Дота На самом деле Легкая игра Для новичка То есть можно Порог вхождения Не такой большой То есть есть Достаточно много Простых героев Там тот же Там Крит Салмейден Вич Доктор Которых Рейс Кинг Да Рейс Кинг Вот пожалуйста Один скилл Типа у парня есть И вперед Вот Тебя много не требуется Ты можешь спокойненько Там и посаппортить В принципе И керри есть легкие Там тот же снайпер Ну типа Чик-чик Стреляй Стреляй Вот И на миде Даже есть легкие герои Которые можно Спокойно стоять Там Так что да Войти Не сложно Но на профессиональном уровне Играть гораздо Труднее Все из-за того Что Вот тут уже Начинают всплывать Эти вот элементы Механики Там что там Тайминги Там ты добил Крипа Сагрил Крипа Или не сагрил Крипа Там саппорт Купил Смог Не купил Смог Откатился У тебя в лавочке Или не откатился Там что-то Какой артефакт Купил Купил ты блинг Или купил ты форстав В общем Все не очень так И очевидно Ну вот знаешь К вопросу кстати О пороге вхождения Жалуется Вот Дэнди жалуется В каких-то интервью Что дота становится казуальной Что она все проще и проще Кучу там фишек Каких-то добавляют Вот я не вижу В этом проблемы Особенно для игроков Высокого уровня Почему Потому что Чем проще игра С точки зрения Механической С точки зрения микро Тем больше у тебя Спейса Чтобы придумывать Какие-то новые стратегии Вот реально Больше спейса Для майндгеймс Так называемых То есть И новичкам легче И профессионалам Есть где развернуться Я думаю Тут некая ревность У Дэнди Потому что Раньше Дэнди И ему подобные Были просто богами А сейчас все так могут Ну конечно Если ты Всех до этого убивал В Соленово Ходил на мид И все боялись Твоего пуджа Просто твоего имени Боялись А сейчас Ну да Дэнди хороший Дэнди крутой Сильный Может Новичков тоже погонять Но не более Типа ничего не выигрывал За последнее время То конечно Тебе обидно Что вот Раньше ты значит Ездил на автоматической Коробке передач Там должен был Переключать каждый А сейчас значит На ручной На механике Там старался На механике Там да А сейчас значит Всем завезли Лепестковую передачу Ты типа на руле Переключаешь Там руку даже не снимаешь Что за фигня вообще Что это такое Что это за формула 1 Где Что за гонки Дайте мне коробку сбоку Чтобы она тут мешала Мне в плечо давила Но надо переключать руками Ну да По большому счету Так и есть Ну черт возьми Это командная игра Раньше я что делал В сберкассу приходил А в очереди стоял Запить ее А сейчас поставили Банкоматы Там кнопки нажимать надо Пароль на карточке Забыл И понимаешь Что это такое вообще Ну ты знаешь Не в обиду Дэнди Но это реально Что-то на этом уровне Действительно Просто вот такой Консерватизм Нежелание Принимать новшества И видеть их плюсы Дэнди Все будет хорошо Дэнди Мы с тобой Нави В любом случае Топ команда СНГ Вы выиграете Интернешнл Еще не один Верните только Пупея в команду Вот так вот Вот так вот Безальтернативно Ну ладно Может быть нет Это конечно шутка Но все верят в Нави Понятное дело Нави Безоговорочный Сердцеед Всего мира Вот Поэтому Как бы лишняя поддержка Парням не нужна Наоборот Нужен лишний небольшой Такой Подшлепник Подпопник Чтобы парни Еще как-то более Были замотивированы Ну хотя куда уже Более быть замотивированы Когда ты выигрывал Там интернешнл И трижды был в финале Еще после этого Дважды Вот И всегда на шаг Там отставал Не знаю Но вот Что-то не хватает Посмотрим Чего Ну вернее как Я думаю Долгое время Чего-то не хватало Сейчас наоборот Знаешь Начались эти первые Успехи Да успехи И вот Вопрос лишь в том Были они случайными Или закономерными Я тебе знаешь Как могу сказать Я считаю Что они были закономерными Но закономерность Это Нечто Наподобие Синусоиды То есть Все команды СНГ Они Слетают и падают Да Да Это вот как Колебания погоды Там или Каких-нибудь циклов Вот Они вот просто Нестабильные То есть Они выигрывают Выиграют Потом Спад у них Потом опять Выиграют Выиграют То есть Они нашли свою игру Поиграли там 3-4-5-10 матчей Сыграли на одном На двух На трех Неважно Сколько турнирах Потом вот все Потом опять Нашли свою игру Потом опять ее потеряли И вот так вот Они ищут и находят Ищут и находят Ну Подожди Подожди То есть Если за падением Должен следовать взлет Ты допускаешь мысли о том Что Последние Состав ВП тоже может взлететь Последний состав ВП Уже взлетел А теперь они падают Они Тут мы видим хроносферу В Слардара Кстати Очень плохая хроносфера Потому что В Слардара Опять же Где там Жаггернаун дает ульту Не вижу Но пока никого не убили Войд прыгает назад У нас батерфляя А без Джаггера Драться Ой Прошу прощения Без Слардара Драться-то особо Никто не хочет Потому что Это Мейн инициатор И опять же Вот Когда ты говорил о том Почему Рубик Почему не сейф из хрона У меня привлекнула мысль Да возможно потому что Инициации не хватает ДНС Нужен был какой-то парень Который может цеплять И вот мы видим Как Рубик на миде цепляет И ничего Он скорее всего умирает здесь Дагон влетает Сларк Но ему все равно Ну Сларк-то может инициировать Задача мидера какая Инициировать То есть мидер берется Для чего Мидер это как разыгрывающий В футболе Да Как вот Пирла Как ну Знаешь Зависит от драфта На самом деле Вот там Грубо говоря Какие-нибудь Вот DC У которых Виха там В миде Стабильно играет На фармящих героях Результом на Плеймейкерах В легкой Или там Какие-нибудь Мидер То есть Это позиция Плеймейкера Ну и Как бы Если тебе в мид Пику Какого-нибудь Джиггернаута Ну не плеймейкешь Ты на нем А если в легкую Ставят пака Вот тебе плеймейкер Не ну как Джиггернаута в прошлой игре Делал хорошие вещи И врывался И с блинка там Прыгал И так далее И Сларк тоже сейчас Блинк собрал Все равно понимает Что надо как-то там Заходить Слушай Это второй Рошан И у Вайда Бутерфлуй Ты понимаешь Это очень хороший выбор Против сетапа Команды ТНС Потому что у них Потому что у них Уже МКБ есть Вау Да Джиггернаута не промах А Сларк не промах А Джиггернаут В смысле А Джиггернаут не промах А вижу 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 Я просто его прокликала Такая смотрю Нет МКБ Начала хвалить этот выбор А потом кликаю Да В Курьера Ну у Сларка пока нет МКБ Ну Сларка Понятно почему нет У Сларка МКБ Потому что он в Абисел выходил Но я думаю Не за горами Да что с мышкой Не так Так вот я на Сларка кликаю Вот на иконку И я не могу его выбрать Сларк Ты уверен что делаю в мышке Ты не выбирал случайно себе Ну то что ты Абсервер Потому что если ты выбрал Что ты в лобби Абсервер То ты сможешь прокликивать героев Только биндами Ну в смысле Вот поверхней этой штучки Абсервер в смысле Если я Там есть такая картинка С камерой Ага А вот не знаю Ой очередная хроносфера Это просто минус Ларк Если у него есть Аегис Да Но вопрос в том Сможет ли он дальше бежать Вот Вот оно Вот сейчас они правильно Помнишь на прошлой карте что было Они поставили хроносферу И Это все закончилось А сейчас они выбили просто Аегу И отступили Вот Учатся на своих ошибках Молодцы Неужели 1-1 Неужели Ну еще рано Праздновать победу Потому что Ну ты знаешь Борьбу в этой игре Явно более вменяемую навязывают Вот в той игре По сути все их преимущества Ну вернее не преимущества А все их попытки отбиваться Они строились На сплитпуше То есть в чистом поле Все равно они проигрывали все драки А тут прям знаешь Реально могут драться Ну они могут драться Пока есть хроносфера Правильно? Когда есть хроносфера? По большому счету да А эти могут драться По сути всегда И вот эти уже идут Пушить Ну там с тобой это обсуждали Что очень уж сильно От кулдаунов зависит Минески реально Они вот раз подрались А потом все Так, пак там Ну вот Слардар конечно На бокобойщику развели Да Ну надо ворваться А Войт как раз и врывается И Ёй-ёй-ёй Вот теперь еще один в рейв Хорошо Надо попробовать сфуксить Войда Но Войт сразу же откатывает дэмэдж Гернотом в ульте Прыгает, 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 прыгает И дальше прыгает Убивает Войда таки убивает Пошли дальше Там БКБ Луна И бьет же всех И Джаггернот крутится Джаггернот должен отступать назад Потому что ХП там маловато И все должны отсюда отступать А Тихий не сможет Тихий Тихий Что с тобой? А он выжил Нет, не выжил Нет, сбор сейчас Все дизейблы Но его не подсейвили Есть танчик от Сэма И Джаггер на лоу ХП Обрывается Бьет Забирает Луну Но он есть байбэк Е-е-е-е Ты понимаешь, что просто венга добивает его своим криком Ай-яй-яй-яй-яй-яй Тысячу золота получает, кстати Неплохой фарм такой А так это ничь Засейвили, просто вьюл ее взяли Чтобы она дамажила Ну-ка, фай 3к Давай посмотрим 3 тысячи заработали Да, 1400, да Ну, в принципе По деньгам не такой буст По экспе Более внушительный Но самое главное, что они бараки от Дейфеля Потому что реально могли их потерять Ну, опять же Ошибка от ТНС Они просто отдали Аегис И пошли как бы без преимущества на врага Тут есть, что две стороны С одной стороны отдали Аегис А с другой стороны хрона-то не было Хрона-то не было, да Но слишком глубоко просто зашли То есть они убивали Войда Войз откатил дэмэдж Прыгнул вот примерно Ну, то есть его вытащил Рубик сюда А Войз вернулся к себе на территорию И потом все остальные за ним побежали Вот здесь вот дрались Соответственно, вот тут еще попали под фокус Вот этих вот таверов Вот перекрестный был дэмэдж отсюда И здесь еще тавер был То есть, ну, по сути работало 3 тавера По героям, которые вот здесь вот скучковались И еще и герои, в принципе, сами работали Так что было крайне сложно Ну, отхиливать этот дэмэдж Ну, что могу сказать? Меньше надо давить Да, 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 все правильно Не будешь по перекрестному огонь попадать Не надо драться под Т4 Все просто То есть твоя цель какая была? Забрать бараки или просто подраться? Если забрать бараки, то забирай бараки Если просто подраться, то, ну, вот ты получил результат Ну, типа, который, наверное, и заслуживал Тебя развалили Так ты прям, знаешь, вот не щадишь команды Не можете спушить? Вас сплитит? Нефиг тупить! Прошли на бараки Умерли, задайвили, умерли Вот таково по делам просто Так и надо Ну, надо быть более лояльным, да? Не, я не знаю Я, в принципе, не против Я считаю Я могу быть хорошим Быть хорошим полицейским Полицейским, а я Хорошо Не вопрос Ну, давай, хороший полицейский Расскажи про Сларка И что он уже почти-почти там имеет Не, ну, он почти имеет, конечно, эту МКБшку Вопрос в том Будет ли это какой-то геймбрейкинг айтем Потому что дело явно не в том, что им какого-то урона не хватает Дело в том, что они просто стоят в дизейблах Не могут добраться до нужных героев Стоят в хрона То есть, по-хорошему, если бы Ну, это были какие-то сферические условия В которых они могли бы стоять и бить Они бы разбирались там с любым И Вайда, может, там уже даже запинали О, Войда, как раз умер в драке Ну, вот не в уроне здесь дело Не хватает какого-то мобильности Какого-то сурвайвла Игрокам команды TNC Я так думаю, что здесь Вот, пользуясь твоей логикой Можно было бы банально купить два Глимер Кейпа Ну, тоже знаешь Когда ты давишь по T4, я слышала Глимер Кейпы Ну, там-то да Но где-нибудь не по T4 они бы пригодились Ну, вот знаешь, в чистом поле-то особо тут драк уже и нет Это да, это тоже правда Тут в чистом поле максимум беков какой-то Что кто-то на кого-то влетит Там хроны не потратят, да Заберут кого-то и все А как тогда? Что надо тогда, чтобы выживать в этой хроносфере? Мекки какие-то? Ну, мека маловато будет Что надо? Форстав это не форстав Возможно, нужна более грамотная инициация И нужно просто не позволять команде Минески Использовать все свои дизайбы Контроля, возможно, больше нужно Там хекс какой-то А, все просто, я понял Надо, чтобы Рубик украл свап Ничего себе Ну да, слушай Легче легкого, на самом деле Ну, вот идут, да, парни? Идут драться Давайте последим за тем, как они находят сейчас Ларка У меня дежавю Ну, у него была там секунда, чтобы среагировать Ну, не секунда, ну, доля там какая-то была Он мог нажать ультимейт Ты знаешь, мне кажется, он просто не был морально К этому всему готов Он расслабленно, райт кликал, фармил эншин Возможно, чесал подбородок Он должен всегда смотреть на пассивку Если она не работает, ты в опасности И если еще и вылетает войд, откуда ни возьмись Ты просто... А если на тебе купол и пять героев То ты проспал Парень, ты в беде Вот, вот, Рубик украл Ну, это не свап, черт возьми Я думала, что украл хорошее Я придумала прикольную фишку Знаешь, в апсервер моде Сделать возможность просматривать Последний использованный скил героя Чтобы мы знали, что потенциальный Рубик может украсть А Луна там на грани смерти То есть спасает Венгана Свапает, сама теряет много хпл У нас бывает разлетится Джаггер тоже здесь Прыгает Как же мало... Как быстро разлетается Сларк Я просто не понимаю, почему Вот просто посмотри Это, черт возьми, пахнет победой командой Минески Ну, как-то да Ну, просто Войд уже очень жесткий Все же Баттерфляя, он помимо того, что у ворота Он дает еще и дамаги Ну, мне кажется, тут даже догон 4-го левела Ну, тоже решает Реально просто кусок Сларк отлетел Сларк все-таки не собрал свой МКБ И он на него фармил Потратил теперь на байбэк Ну, в общем, Сларк подвел команду Потеряли они сторону Байбэк не окупился БКБ нет И Луна Луна, Луна Ой, Хроносфера Посмотри, в кого И это 1-1 Может, ему нужна была БКБшка на самом деле Даже Сларку Потому что, ладно, Джаггернаут У него там свой родной Ему магии А тут все-таки Слоу Сайленсы Культа Луны Да и просто банальный дремкоил С которого можно выбегать Ну, победил сильнейший пик на самом деле Все-таки пик сильный Они ничего действительно не взяли Чтобы защищаться в хроносфере Никаких там свапов Никаких дизрапшенов и так далее Ничего подобного Никаких Каких-то пряталок и так далее И так далее То есть Войт реализован на 100% Друзья И у нас счет в серии сравнивается Не будем вас долго мучить Идем на перерыв И вернемся очень скоро Будьте с нами И мы будем с вами Именно так